итак всем трям и доброго времени суток этот канал я дмитрий или не вы меня если уж тебя каким-то чудом сюда занесло то поставь лайк дизлайк напиши что-нибудь в комментариях на канал подпишись видео до конца досмотри в общем поучаствуй тебе не сложно мне приятно мне поддержка мне мотивация ну в общем вы поняли ну что продолжаем наш интерактивный мульт названием never winter nights shadows of undertide продолжим страдать херней так время засекли ну пойдемте сейчас нас по-моему встречат ах ты зараза да это я помню попить свою эту хрень наколдовала о следы через следы этот район изобилует следами жилища так на хрен ту кучу 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 тучу тучу кучу это деньги это дома не тип нет а да нет да нет где у нас тут кто чё помнит ухты то есть это были лучники ну окей ладно так а прям по курсу видимо какой-то баран здрасте ребята не идите в жопу я с вами честно воевать не буду ну вас нахрен с вами честно воевать шо в лужу пердеть так раз два да ладно да ладно вообще ничего те раз выясняется так комплект целителя комплект ой ой вижу штуку вижу 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 какой-то мешок золото вижу 67 обалдеть да это ж куча денег ребята 55 тоже неплохо хотя учитывая что тут пять сотен золотых звук монах кулак хина плюс 3 основанный сектой изолированных полуросликов монашеский орден кулака хин поддерживает традицию уединения вместе с верованием в то что сначала надо познать себя прежде чем можно начинать познавать внешний мир монахи этого ордена одарили эти перчатки звуками свойствами чтобы внешний мир был предупрежден об их тренировке он удержался на расстоянии так вот если помните нам тут девочка девочка полурослик сверху два задания найти нашего проводника которого утащили вот эти вот скорпионы вот но при этом как она сказал ягод тебе дам 500 золотых это из оплаты проводника вычтится знаете нехилая оплата у проводника 500 золотых блин такой курс денег в этом мире хотелось бы мне поподробнее узнать если у проводника 500 золотых это всего лишь часть его оплаты следы жалящих есть там кто лучник жала лови лучник жала бим а ты куда дон ты чего дорно интересно если так а лови сломались но туда ясно нам как бы данном нам вроде как туды нам надо еще и сюда тараканы тараканы бегут стингер был стингер и нет стингера но в целом эти стингеры как я уже сказал так как эта карта явно рассчитан не рассчитана точнее на то что ты будешь проходить ее как сказать таракан ворот она рассчитана на то что ты будешь проходить ее так сказать нуля чем ну типа ученик бла 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 все такое то здесь как бы нет эти стингеры они достаточно слабые вот но вот честно скажу так как у меня получилось прохождение такое более менее свое время когда я играл вот я естественно проходил все как говорится честно и понятно вот начиналось нуля чего начиналось продвинутого персонажа но честно вам скажу мне почему-то вот именно вот здесь начало именно вот shadows of undertide но мне не нравится shadows of undertide да и этот тоже как он under dark вот именно там начинать нуля чем персонажем вот в этих двух частях мне почему-то не нравится потому что как мне кажется для именно нуля чего персонажа который нихрена не умеет здесь как-то не то чтобы не агрессивно а скорее не очень удобно ну то есть если ты начинаешь как ноль как бы это выразиться многовато каких-то знаете таких вот мелких камушков которые постоянно мешают инвентарь который в общем то не такой уж и большой да то есть постоянные возвраты назад вот возможности например нет ух ты ой извините хотя ладно пусть так вот то есть нет возможности серьезно да хорош по выключу нет возможности нормально возвращаться к допустим к торговцам по нормальному счету вот такие вот вещи вроде мелочи но не знаю как-то не очень удобно здесь с нуля начинать да и не хочется точнее как мне тогда показалось часто как говорится ладно можно было бы начать но не охота так а а здесь у нас злобный кис очень злобный кис то есть я помню что shadows фандертайт я именно с нуля прошел только дважды кажется за колдуна и по моему за варвара вот такой у меня был набор по моему могу ошибаться честно могу ошибаться то что очень плохо помню здесь опросите от не кошка кто это здесь подождите тут же вроде кошек должен быть кажется нет нет дора стой я тебя знаю это лечение а а мы сикора и сюда вот так дорный ядрить твой налево что специально вылечил блин ну да и сам так киса ты у нас да и мы сделаем большую страшную хрень так куда ты ёлки-палки будешь большой и страшной кисой мантихор и дверь ломать как дверка крепкая у нифига себе тут у нее все говорю почему-то именно shadows фандертайт мне не очень нравится вот хорд из фандер дарк именно если начинать с нуля не клинок дракон она читали кстати вот хорд из фандер дарк именно вот начиная с нуля он как-то даже не знаю вот не сказать что он удобней да вообще ни разу на самом деле он неудобный но интересней что ли и богу не могу не могу правильно описать свои так сказать эмоции правильно то есть это там реально как-то повиснуть вот не знаю серьезно очень почему-то вот эту именно часть игры мне начинать с нуля не нравится вот так вот скажу какие-то доспехи на хрень средняя 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 заминирует всем нахрен причем вот это вот чисто не нравится как я говорю это именно вот чисто такой это именно эмоциональный момент то есть не нравится не потому что например есть какие-то объективные причины нет просто не нравится так у нас проблему нас огни шары закончились это не есть год ломая пока дави и потихоньку как видите да вот два прохода и сейчас а подождите или четыре даже или три даже ты же один еще один а это что просто чё придет поглядим горна иди трубой ловушку молодец это скорее всего еще одна казарма молодец киска сейчас у тебя будет шанс показать себя потому что а подождите нет все-таки тут три прохода и три твой налево то есть один обход один ловушка прямой один обходной так сказать для тех кто знает видимо стингер чуме видишь ты иди отсюда забавный глюк ну ладно ну да хрен с ним и один казарма и киса всех загрызла практически без потерь но правда она была усиленной это да это факт с этим даже никто и не спорит вау только избавился от всех ловушек блин и на тебя вот здесь понимаете вот здесь как бы сразу возникает простые моменты вот куда все это складывать вот я андрей хомяк и дико нравится тут все вот этот собирает собирать собирать даже не сможешь этого делать при этом по логике у тебя будет персонаж раскачан и ты же уже проходил обычный neverwinter nights здесь и в общем то будем честны так как по моему а вот кстати я не помню сороковой уровень эпичный он появился в shadows фандертайде или только в хортосе я честно говоря уже не помню то есть логично что не захочется простите развивать там 40 уровней до захочется например сразу с 20 начать 20 начинать это достаточно интересно ну кстати 20 то в общем то почему бы и нет вот честно просто банально тупо не помню вот серьезно я просто не помню так давайте замедленный мил кстати этот замедленный он мощнее но у него есть минус ты чё тише 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 заматка заматкой замедленного есть минус он не работает например на каких-то объектах типа там ворот или еще чего-то вроде бы я не уверен ну то есть грубо говоря если ты обычным шаром можешь пульнуть куда-то рядышком с противником и и он все равно взорвется да то задержанный взрыв он типа как ловушка он там начинает мерцать типа вступите кто-нибудь в меня и вам и будет вам счастье кстати раздавили мы эту дверь нет все должны бы ручка должна была ее того есть киска за нами бегает ваша киска вот кстати сейчас попробую ну-ка вот если в дверь пульнуть вот видите да то есть как бы нету эффекта 0 здрасте давай дорно работай дорно это не единственная ловушка давай 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 дорно вперед давай размер размеры тут молодец двор на тут еще есть я уверен просто две такие было значит тут и и третье четвертая с одной стороны кто-то скажет ну типа не может собирать да и хрен с ним да вот эти вот моменты ну то есть это ну личком так сказать начал начал ну блин нет также нельзя конечно как вариант действительно начинается 20 уровня но у меня таких персонажей просто сейчас нету ну что тут типа хотите сказать тут ни одной ловушки нету вот кстати тоже интересный момент чисто визуально создается впечатление что дорно медленнее чем это там чем томи палочки молнии было томи который у нас был полурослик кольцо у меня было так доспехи аурум воракса шкурсы эти доспехи золотого цвета сделаны предположительно и шкур свирепого аурум воракса шти шестилапого росомаха подобного зверя пожирающего не только плотно и драгоценные металлы подобная диета передает шкурине придает шкуре необычный блеск и невероятные защитные качества а также упругость которая сохраняется его доспехов сделанных из шкуры ну ничего так в принципе дорно а на тебе что там эти то ну покажи ну нет это более подходящий скажем так статуй бдыщ а это статуй скорее всего и было ой теми самыми ловушками о тихо передвижение ловкость плюс 2 тяжелый арбалет на этого на сюда пока кинем амулет жизни болезни сасывания так дорно эти кажется нашел плюшки так дорно дорно так тапочки у тебя чё телосложение плюс один а здесь тихо но без вариантов давай сюда так и тут у нас а это меньше амулет повелителя замки поиск тайные знания убеждений были но это лучше отрава болезнь конечно да это круто не спорю но настолько нет ладно окай так тапочки сюда сюда все хорошо дорно поздравляю с обновочкой лучник жала кушать порно киска астей куда ты делаешь куда не дорно стой я хочу посмотреть как наша киска сожрет свой вискос ух ты офицер жала но нечего ну тоже вперед ты лезет ну хотя у тебя кося и пуха соответствующие чё плохо у меня чай закончится это вообще не хорошо прям я бы сказал совсем неприятно а плюс у меня еще и пельмени там сковородки точнее в кастрюле или на сковородке блин ребят начинаю на пельмени сейчас минутку ну и как собственно выяснилось не пельмени хинкали во вторых вовремя вспомнил в третьих мне приятного аппетита так дом когда это участвует торно чё ты меня все время так уж офицер а ух ты какая богиня болезни яда как говорят одобряет тех последователей которые причинят больше страданий их жертвам соответственно раджахар дарк смит сделал алебарду которая могла сокрушить противника кислотными и ожогами и было извиняюсь болезненно эффективный кислота повреждения 6 очень бонус ну да штука такая неприятная вполне возможно пошла бы сейчас ко мне в коллекцию но если бы я играл не прокачан персом почему бы и нет а так нафиг она мне не нужна есть охренительнейший меч настолько охренительный что я самого боюсь так тут что ничего валяется смотрим так труп пуст так что у нас здесь что у нас здесь всякие ящики ну рапира плюс один это не серьезно тут у нас очарование тоже не серьезно точнее ну как это серьезно но еще пещеры я не хочу идти еще глубже надеюсь что мы скоро его найдем дорно ты же вроде этот как его этот карлик а карлик карлик ну то есть я так понимаю типа гном или она полур нет ну судя по хренастой фигуре она все-таки она явно не полурослик она гном скорее не любит подземелье не любит интересный гном в атаку спасем нашего спу этого как его мудака ну который в общем наш этот самый как ты называешься-то родной твоя налево проводник полупроводник блин так стоять ой чую ловушку и вот эти статуи пятна аппетита во два офицера ну ребят извините против моей мантихоры у вас шансов вообще не пойдет точно смотри-ка ловушка и братцы ремонтикоры как удачно встала прям чуть-чуть бы еще мордой частично на ловушке стоит так из этих а эти это это бедные офицеры да у них ничего нету кроме собственных ядовитых жал ядовитый жал забавно когда ухитряешься ломать какими-то заклинаниями вещи которые вроде бы не должны ломаться да не ты блин манька манька не мешайся как ворот ломается нет не обратили внимание ломаются так я ушел в инвиз да да все круто ворота ломаются мутки мутятся что-то там крутится ждем манька не буянь мантихора о здрасте как ваши дела манька фас ну давайте подготовимся к этому зидан попал в какую-то ловушку было бы лучше быстрее ему помочь тут меня один видит почему-то а кто-нибудь видит этого самого зиндана глупец здесь ты встречаешь смерть а понял а ну ка нахрен с пляжу я тут ляжу вон чего то что я про это забыл то есть вот эта хрень она за счет видимо его жизненной силы восстанавливает все вот этот мерзопакость ясно ясно так ну тебя еще один бедный несчастный кольцо спортивная хигня война так но это ничего особенного зиндан я свободен о какое облегчение я вечно буду вам признательны сэр как я могу платить за такое спасение да как бы мне уже заплатят за тебя так все нормально в этом нет нужды я просто рад что вы целый невредим был же совсем близко существа как раз собирались привести меня в жертву своей великой богине таким способом которого я не пожелал бы самому худшему врагу значит нам очень повезло что мы пришли именно тогда вам очень повезло я всем сердцем с вами согласен моя госпожа однако я почувствую себя намного безопаснее как только мы вернемся в караван пожалуйста я последую за вами из этого места я видел очень мало когда меня достащили внутрь я не думаю что сам смогу найти выход отсюда ну братом вообще говно вопрос ты что пошли я бы конечно в любом случае спас даже если бы он был не нужен ну нет ну ребят ну это не не порядок оставлять людей вот в таких ситуациях ничего хорошего с ним бы не случилось это странная богиня это странные ритуалы блин такое оставлять нельзя ни в коем случае текс деньги и еще один зидант это твое спасение знаешь очень выгодно ты почаще попадай мне из тебя еще кстати 500 золотых отдадут так что-то у нас пропавший проводник дал зидан был найден в пещере принадлежащий полу скорпионам к счастью он был жив и кровавым может поджать путь но он отвеснялся к каравану хоккей портал а вот так даже бубу в лагерь вглубь в лагерь в лагерь а давайте вон туда дайте-то там но где там все манька первая это вторая зидан последний ну конечно блин самая неторопливая забраться на булыжник следы эй как тебя там катариана ага вот и ты зидан ты представляешь печальное зрелище я начинаю ты представляешь печальное зрелище я начинаю думать что нам надо было вернуться в black сенс намного раньше я бы не советовал мадам катариана честно говоря я тоже хорошо что вы вернулись я вижу ничуть не хуже для вашего опыта это правда за это следует благодарить витара когда это я стала невидимкой витар был там не единственный знаете ли разумеется моя леди примите мои извинения у меня в мыслях не было забыть о вас достаточно справедливо что швитар вы спасли зидана как и обещали я полагаю вы желаете получить свои 500 золотых может немного увеличишь ну полагаю хоть у нас и был уговор если вы помните однако я вам благодарна поэтому пересмотрю его тогда вот 720 надеюсь что я куплю их торговли нам также придется обсудить чего стоило ваше спасение относительно нашего договора зидан я я да разумеется мадам катариана так теперь я полагаю мы готовы двигаться дальше витар да поехали хорошо ториус чем заминка почему мы до сих пор стоим и был я здесь наслаждаясь этой нашей расслабляющей остановкой я сказала вперед лентяи всем стать мы трогаем тебя немедленно девочка чего-чего эй мы можем попасть в беду мой друг поки разделились разделались со своей порцией воды намного быстрее чем ожидалось далеко отсюда и сиазис но у нас были некоторые споры с племенем которое охраняет его вы знаете как разрешить проблема которая для меня неразрешима если бы могли просто пойти поговорить динами возможно они бы разрешили нам пополнить запасы воды что за проблема нам оказалось простым заданием позволит нашим бокам зайти в водоем поэтому впервые пересекаем пустыню и мы не знали должных обычаев а понятно не трудно будет предугадать что остальные могут расстроиться когда ваши вечные животные опустошат свои пузыри в их водяную скважину не сейчас но мы были у другого азиса где животные бедины купались в воде так или иначе бедины считают азис своего рода священным местом каким-то образом он связан с их местной историей нам бы никогда не были рады хотя мы бы и не поступили вот так снова нам нужна эта вода окей хорошо возвращайтесь как можно скорее было бы очень хорошо если бы мы могли продолжить завтра утром так покупку давайте слегка разгрузимся продать 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 дать так тут все нам здесь у нас мы почти под завязку блин как мне нравится музыка этой игре вот в этой части вот единство что мне прям пипец как нравится в shadows thunder tight эта музыка что-то 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 восточное хотелось бы конечно сказать что пропитана восточным колоритом бла-бла-бла но вот так как я в этом колорите вообще не разбираюсь не хочется знаете для ну чуть не только поэтому она мне просто нравится кстати говоря по поводу просто нравится так я вот не помню зачем нужны эти штуки камушки вот эти по-моему ядовит это что-то для оружия вроде бы мы сейчас пользоваться ими не будем если кому интересно в интернете целая куча описание того как этой хренью пользоваться и чё с ней делать но мне это просто банально не нужно а устраивать показушное чего-то там производить производство какого-нибудь не особо нужного инвентаря спасибо не надо продавать не успеваешь то что находишь ты не хочется на самом деле возиться как я уже не единожды говорил ребята если кого-то интересует эта игрушка играйте сами серьезно очень рекомендую да она не графонистая да тут все угловатая ну что не зато ее любим блин хотя конечно не всем нравится это да тут я не поспорим есть люди которые прям боготворят ее но как я уже говорил это у этой игры какой-то странный набор поклонников есть те кто ее боготворят есть те кто и терпеть не могут но как-то нет тех кто к ней относится более или менее ровно знать типа ну я поиграл и хрен с ней реально как-то странно даже так дорно теперь по поводу ухты так а тут ничего такого не появился катриана неожиданно полезного это уже дорно например броня дорно но нет спасибо что-то здесь по моему все то же самое да лечение у нас есть это нам ничего не надо так ази зеленых пальм караван на полпути к цели но запас воды исчерпаны пришлось остановиться в ази зеленых пальм катриана предложила пойти к кому-нибудь беденом договориться о воде пропавший проводник беденский проводник зидан был спасен из плена полу скорпионов теперь путешествие влаги ау может продолжаться у кайжи так бубу 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 трындеть со всеми будем дорно все еще с нами а кого-то не хватает оксанас вон там киска наша исчезла берген парчит да вчерашний ужин был очень странный вкус странный вкус но дикийн использует правильное количество бычьей мочи как и мама когда-то дикийн это слышал что же никто не говорил что кобольт хороший повар но он сам вызвался надеюсь мы скоро доберемся до этой воды тихо ты чем скорее мы тронемся в путь тем скорее дойдем до лагеря а у а у а в а моя голова очень болит было бы неплохо сейчас получить немного воды или немного вина люблю себя ловлю себя на мысли что я бы даже пожелал утопиться бочки оркского эля не могу поверить что я уже снаружи как только мы получим разрешение подняться к водяной скважине я пойду поищу еще припасов катрина будет слишком залита чтобы жаловаться какой-нибудь совет но моя голова просто разламывается есть листья совета поищите его среди изобилия моих товаров там всегда есть что-нибудь полезное только не говорите кузену чуть-чуть пойти со мной спасибо я останусь здесь охранить быков окей давай посмотрим что тебе на продажу ты же у нас ловушечник да да это у нас ловушечник вроде бы или нет они от стоп ты не ловушечник а кто-то у нас тогда просто золотое ожерелье плюс один эта хрень так ну для дорна тут ничего особо нету выдающегося ладно так и тут у нас соответственно зидан ты должен пойти переводить о воде удачи я ни в коем случае не захочу иметь дело с беденом хранителем что-то меньше до беден это в азиса странные люди я не знаю них много но остальные бедины не общаются с хранителями но бродячие люди но это племя живет тут постоянно легенда нашего народа говорит что это племя когда-то была частью нас но в один день они появились тут странные и неуловимые однажды глупый кочевник беден решил украсть фамильную ценность этого племени его поймали и вождь этого племени проклял его и всех остальных беденов чтобы мы никогда не смогли попасть в азис что случится если попытаться войти в азис чем ближе мы подходим тем больше нас тошнит прямо сейчас я чувствую это воздействие только немножко если бы я должен был подойти ближе наверно у меня бы начались судороги в животе трудно бороться с врагом в то время как из каждого отверстия твоего тела выходит выделение можно сказать эффективное проклятие даже действительно почему они прокляли всех остальных беденов они говорят что артефакт был очень сильным он имел особое предназначение то который беден не смогли осуществить хотя они никогда не говорили нам что это было за предназначение мы с ним больше не общаемся пока так диким нахрен ладно с этими общаться я не вижу смысла к самос свали здоровье так дошная чинска так чуть есть воде ничего не валяется случаем ничего не выбросил снова вернулись не так ли что теперь может сделать то ваш дошная дорогой парень расскажите что вы знаете об этой пустыне что на сегодня сегодня увидеть легко дорогой парень все что я могу вам сказать это чем она была ранее вы знаете о надарийской империи как она пала может независкой все-таки ну расскажи века тому назад эта пустыня не было то что вы видите сейчас это были буйные земли полные надарийцев людей управляющих магией подобное которые не видели после они правили всем что сейчас заключает в себе она в рог и возможно и больше они строили великие строения которые внушали всем благоговение и наиболее легендарным были их летающие города я читал о них говорят что надарийцы брали верхушки целых гор и заставляли их летать а на них строили города представьте дорогой парень силу которая бы понадобилась чтобы поднять город воздух и построить на ней славный город а в надарийской империи их было множество летающие города они все еще существуют говорят что силу которую от которой пала империя заставила упасть на зимах великих городах ведь не видите ныне летающих воздух его летающие в воздухе горы не так ли ходят слухи но несомненно лишь слухи представляете себе такой город существовал ныне неприступная крепость полная магия и безмерной силы как это связано с этой пустыне очень просто эта пустыня не всегда была тут ее создало падение андарийской империи враждебная магия на слоны упадок уничтожение городов извнеющие земли превратились в пустошь попробуйте подумать какая сила смогла разрушить землю большую чем легендарный дейлз и вы поймете почему так много тех кто приходит в эту пустыню поисках ответов на ее тайны окей так запасы так все еще малый пояс тут все без изменений до муки иван тут ничего не поменялось окажешь 2 0 с наемником говорить не будем ибо нахрен скатрианы потрещали с проводником потрещали сюда может уйди так тут у нас прикольно я хочу уйти отсюда выпустите меня гады да да тазис я помню что здесь какая-то хрень будет связана и то ли с проклятием то ли еще что короче воды нам сейчас не дадут это я точно помню даже даже не так хрен с ним спамичу я это точно знаю что на мой не дадут можно даже не спорить а еще здесь по моему какие-то враги будут вот помню что лук здесь клево зашел с арбалетом помню воевал очень хорошо воевал с арбалетом о а зомби пойди праведа наших братьев я должен поговорить с этим незнакомцем давай приветствую тебя чужестранец ты пришел в адзе с зеленой пальмы во время великой опасности я боюсь что тут ты не найдешь ничего кроме смерти и проклятие мертвецов все что мне нужно это вода как я сказал ранее тут тебе не ждет ничего хорошего только вода что когда-то текла в азисе если ты не хочешь проходить всю ночь без души я советую бы тебе уйти отсюда сильное чудовище древний враг человека опять восстал он забрал нашу воду разрушил храм морнинг лорда и послал свои войска мертвецов против нас но это лорд утра видимо сильно существо обычно собирают могущественные предметы это может стать хорошей возможностью для нас его воины затаскивают тела моих людей в могилу где он воскрешает их и потом посылает чтобы они боролись против нас численность наших войск сокращается а их войска растут а без воды мы скоро пойдем так как мне тоже нужно вода значит наши жизни взаимосвязаны если у вас совсем закончилась вода то вы правы ну ладно даже если эту легенду не рассказывают за пределами бедина я думаю что справедливо что ты знаешь этого проклятого монстра что охотится за нами обоими его зовут кельгарас легенда передаваемая отца к сыну в нашем племени на протяжении веков говорят нам что кельгарас появился еще в далеком прошлом во времена империи на тарила теперь же на тарила он был злым некромантом и служил своему богу джергелю что за джаргель во времена антрила джаргель был великим богом зла и темноты жалко что его власть уменьшилась что его власть уменьшилась сегодня если он вообще существует хотя кельгарас остается как и прежде могущественным жалко что кельгарас использовал силу данную джер галям и сам попытался получить владычество над империей вот как он стал тем кем является сейчас а он правил империи он пытался хотя в конце концов не переуспел но и хотели править империи в то время как и кельгарас имел то время как в то время и кельгарас имел много соперников с могуществом аналогичным его силе так как ему недоставала силы победить его соперника в жизни кельгарас искал силу через смерть чтобы как нибудь стать верховным правителем среди назарис воскресший из мертвых священник тогда это существо, которое нельзя победить. У него большая защита, молодой гном, но его можно победить. Точнее, нужно. Кельгарас стал созданием восставших из мертвых, получив сверхприродные способности и сохранив свою силу, которую обладал при жизни. Однако он не предвидел реакции его врагов на такое изменение. Продолжай. Как часть перемены Кельгараса к злой форме, воскресшей из мертвых, его душа была заключена в жезл, который он держал в руке, потому что этот жезл можно использовать против него. Враги Кельгараса обнаружили это и украли жезл. Они провели великий ритуал, соединение на нем, что ввергло Кельгараса глубоко в землю и заключило его в темницу. Почему его соперники ввергли его под землю? Бессмертная форма Кельгараса защищена силой Джергаля. Ее нелегко уничтожить. Даже большая сила, которая обладала магией того века, не смогла удержать его в конце концов. А потом, после того, как Кельгараса заключили в могилу на века, пала империя и ее магия исчезла. То, что сдерживало Кельгараса, разрушилось, и он опять освободился. Он забрал жезл и построил усовершенствованную могилу, из которой он собирался править. В конце концов, именно мои люди Бедина остановили все планы Кельгараса. Но за какую большую цену? Что за цена? Когда Бедина в первый раз сражались с Кельгарасом после его восстания, он был непобедимым. Тысячи сражались только, чтобы быть убитыми с помощью его магии или быть превращенными в жутких живых мертвецов. Мы сильно нуждались в помощи, в любой помощи, которая может остановить это зло. И мы нашли это. Или, лучше сказать, нашел один из моих предков. Что он нашел? Тюрьма, построенная древним Незерис. Возможно, подобные темницы не держали самого Кельгараса. Но эта темница все еще сдерживала своего заключенного. Он назвал себя Ферим. И не был похож ни на что, что видел мой предок. Он имел великую силу, однако силу даже большую, чем сила Кельгараса. Он имел ту силу, для которой мой предок заключил сделку. И она ему была дана. Силу, которая заставила Кельгараса возвращаться в ее могилу и держать его там навсегда. Сила все еще существует. Эта сила передавалась от поколения к поколению по моей линии. Если Кельгарас и хотел оставить свою могилу, я мог бы даже, наверное, его уничтожить. Почему только если он оставит свою могилу? Ах, если бы я только мог отважиться зайти внутрь, чтобы столкнуться лицом к лицу с чудищем. Если мы зайдем в могилу, наша сила будет недействительно против магии Кельгараса. И мы будем беспомощны. Некоторые уже пытались. Многие создания имеют способность сводить на нет силу человека. Но это все же не останавливает меня делать то, что я должен. Сам последним пытался мой дядя, Хамат. Последний человек передо мной, который обладал силой. Он вошел в могилу и через две недели возвратился домой зомби. Я был вынужден лишить его жизни, своего родственника и изнать его душу. Есть много вещей, которых я не боюсь. Но живые мертвецы? Нет, только не это. Что угодно, только не это. Увы, наше время истекает, и я уверен, что Кельгарас знает об этом. Я последний из моего рода и силы, которая была передана мне, убивала даже, когда сила Кельгараса росла. Убывала, простите. Почему изменение силы? Когда я заметил, что мои силы начинают убывать, я уехал в отдаленную темницу, которую давно построил мой предок. Чтобы поговорить с тем Фиримом, если он еще существовал. Он был мертв. Я никогда не узнал, как его убили, но мог предположить, что его смерть повела к тому, что сила внутри меня начала уменьшаться и одновременно позволила силу Кельгараса расти. Было непонятно, кто убил его. Я предполагаю, что после смерти существа моя сила будет убывать, пока не сама большим человеком. Как победить Кельгараса? Вы сначала должны уничтожить его тело, что не будет легким и долгавременным. Кельгарас ведь бессмертный, в конце концов. Источник его вечной жизни находится в жезле, который он держит. Согласно легендам, тот, кто вытащит жезл, должен поместить его на алтарь Морнинг Лорда. Илла Тандор уничтожит его силу, потому что никто не ненавидит воздавших мертвецов больше, чем он. Разрушение жезла навсегда положит конец Кельгарасу, и только это может восстановить воду в Айзисе и дать нам надежду на выживание. Что ты знаешь о самом Кельгарасе? Так как ему недоставала сила победить его соперников в жизни, Кельгарас искал силу. Бла-бла-бла, воскреши из мертвых, большая защита. Это мы читали, 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 цену читали. Это все, это я по второму кругу пошел, да? Так, окей. Как Кельгарас забрал всю воду? Сила Кельгараса росла и достигла точки, в которой она могла... Она была способна проникать от его могилы и испепелять каждый ручеек, из которых образуется Айзис. Несмотря на то, что он остается в своей могиле, наше племя находится под осадой, и он выигрывает. Больше нет вопросов. Что я получу за то, что помогу вам? Сейчас мы подходим к основному вопросу, что мы получим, кроме воды. Моих людей почти уничтожили, а наше имущество забрали. Все, что ты заберешь от Кельгараса, можешь оставить себе. Также получишь воду, в которой так сильно нуждаешься. Окей. Ты должен добыть жезл, что держит Кельгараса на своей смертной плите. Блин, твою мать. Перед тем, как ты будешь... Случайно жал. Перед тем, как ты будешь противостоять Кельгарасу в его могиле, сначала зайди в склеп возле Айзиса. Это место сохранения Аля Рашида, моего далекого предка, который был первым, кто достиг такой силы, чтобы бороться с Кельгарасом. Оружие моего предка находится внутри. Очень эффективное средство против мертвецов. Хотя легенды говорят, что оно подвело его в конце, и не имеет силы, когда его используют люди нашей крови. Поэтому мы сохранили его с ним. Оружие против мертвецов. Дай голову на отсечение. Катарина. Катарина щедро за это заплатит. Если он тебе не пригодится, Витар, возможно, мы... Не обсуждайте такие вещи в моем присутствии. Оружие является фамильной, реликвием моих предков. Не воспринимайте его, как добычную награду, которую можно обменять. Ты не его крови, это очевидно. Может, оружие сработает в твоих руках. Я не сомневаюсь, что Айрашид простит нам за вторжение, если это поможет мне ответить Кельгараса. Ползучие пески всегда непрочные, но нужно доверять друг другу. Я умоляю тебя, не подвинь нас, путешественник. Хорошо. Так, что тут, чуваки? У нас какой-то хрен при смерти стоит. Стой, стой, куда ломанулся? Я забыл, почему их нельзя лечить. Да стой ты, кретин, куда... Вот че... Я забыл, почему их нельзя лечить. Ну, давайте и этого... Нет. Вот так. 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 Нас не стоять на месте не хотят. Хрен ты с ними. Колдуй давай, блин, че встал. Так. Ну, вот так. Как вас на место, двои идиота? Приветствую тебя, чужеземец. Я боюсь, что у меня... Ага, все. Окей, ладно. Сюда мы за ними прошли. Ну, ладно. Я их, по крайней мере, усилил. Они не подохнут быстро. Так. Вот еще один мудак стоит. Раненый. Ну, чего вот его лечить? Сейчас, блин. Сейчас тоже побежит туда в атаку. Ну, пожалуйста, я же говорю. Придурок. И не хочу, чтобы они подыхали. Стой спокойно. Просто в меня уперся. Сначала я на тебя наложу все необходимое. Потом иди вою, сколько хочешь. Нет, давай поговорим. Давай поговорим. Поговорим. Все. Ладно, окей. Пусть так. Блин, реально чая не хватает, народ. Серьезно. Такая-то, что за спуск. Примерно хочется чаю. Катакомба Аль Рашид. Блин, слушайте, давайте погодите сейчас. Чайку сейчас тренируем в органе. Пятиход. Жарко, блин. Кошмар. Это ведь только начало лета. Кстати, да, всех поздравляю. Сначала. Так, все. Ушел за чаем. Итак, чаек готов. Можно продолжать. Катакомба Аль Рашида. Чуть не помню я, что это такое. Это заглянь. Эй, дарить твою. С бомби. Бам. 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 Так. Кого еще колдовать собралась? А. Статуи. Камень в рунах. Затем камень в рунах. Раз, два, три. Зачем-то набираю камни в рунах. Ага. Одного камушка нету. Статуи. Статуя холодная на ощупь. А у меня есть клевая тема. Вот. Опа. Ой. Ну, прикольно. Ну. И я всех расколдовал. О. Ага. Не зря расколдовал. Так. Что это значит? А. Открыть ты не можешь. Ну, ясно. Судя по исчезнувшей плитке, это нажимные плиты. Так. Когда слов станет неудержимым, тогда уничтожить стражи. Докажет. Гневом пустыне. Что-то очень знакомое, блин. Так. Дорно. Иди сюда. Замри. Не-не-не-не-не-не-не. Ничего страшного. Так. Сейчас. Суды. Если я ничего не путаю, тут надо все сделать крест-накрест. Если мне память не совсем изменяет. Ну, и даже если подумать, вот тут кресты везде нарисованы. Так что, скорее всего, я прав. А вместо последнего камушка ставим либо себя, либо Дорно. Коселка весит, эта штука. Ну, 50 кг. Нормуль. Ой, извините. А вот, собственно, и гнев пустыни. Яр с пустыней, извините. Оружие Аль Рашид лежит в его склепе и ждет того, о ком сказано в пророчестве. Главное предназначение состоит в том, чтобы уничтожать немертвых. О, хорошо. Хорошая штука. Какая интересная стучка. Дорно за мной. Жезл разрушения. Ух ты, красиво. Бедин по имени Али говорит, что Азис был проклят древним могущественным жрецом Кельгарасом. И вот она исчезла. Кельгарас хочет убить Али, чтобы восстать из своей могилы. Если верить Али, у Кельгараса есть жезл, которому заключена душа. Бла-бла-бла. Короче, жезл надо развалить. Это все понятно. Так, ну пойдемте еще. Не то, чтобы нам был нужен сильно этот жезл против мертвых, он вообще был не нужен, будем честны. Он, простите, в болт не уперся от слова совсем. Потому что зомбаки, ну, ребят, это не смешно даже. Это же зомби. Это же великие вояки, да. Так, где там наши двое? Домашие? А, нет, стоят. Бдят. Бздят. Пил, пил. Так, вы не против, если-ка пельмешки пухомячу? Ну, чувак, ну стреляй без остановки, ну что ты? Ты же видишь их? Не видит. Опа. Ням-ням. И не пельмени, кстати, а хинкали. Дабыл сказать. Или я говорил. Дом бога зари. Так. А это? О. Правильный объект ломается. А этот? И этот ломается. Какая прелесть. Так, ну здесь, видимо, ничего. Никого. Так, о, еще там дверь. Какая прелесть. Давайте ее сломаем. Вообще прекрасно. Все, помещение хоть проветривается будет немножко. Ну, кто дома? Да, так проще будет. Ну-ка, брось. Так, а что у нас здесь? Это у нас эти не открывающиеся двери еще с Neverwinter Knights. И, в общем-то, ни хрена, да? Алтарь. А на алтаре ничего. Святой вод. А здесь что? А здесь ему лет. Воля плюс четыре. Ну, нет. На самом деле, неплохой ему лет. Ладно, короче, сюда надо прийти с этим жезлом и вложить, так сказать, в руку. После чего Латандр сделает мощный бдыч и зло будет повешено. Наверное. Ну, или не сделает мощный бдыч. Огонь. Брось отсюда. Латандр, случайно, не тот козел, который двух братьев Ярак вместе со всей деревней нахрен заперзан? Нахрен знает сколько лет, ни за что, ни про что. Не, ну, братья-то ладно, виноваты были. А социальная деревня, причем тут, блин. Так. Мы идем, идем, идем. Войди и умри, смертный. В одно время мог быть прекрасный мост с хорошей каменной работой. Не то, что я вижу сейчас. Войди и умри, смертный. Ну, это мы еще посмотрим. Сейчас войду, и ты умрешь. Чую засаду. Статуя Кель-Гараса. Здрасте. Статуя холодная на ощупь. Дано. Давайте мы ее расколдуем. О, живой Кель-Гарас. А это вообще в трусах. Ты что закрываешься-то, не пойму. Так, давайте-ка мы... Сколько, 50? Выложим вот эту штуку. Вот сюда вот. И теперь у нас есть целая куча Кель-Гараса. Так. На этой колонии написаны древние руны. Язык не знаком тебе, но возможно дальнейшее изучение откроет их природу. Ну да, попробуем перевести. Успех руны говорят о могущественном житии Джаргале. Последнее предложение... А последнее предложение можно воспринимать как проклятие предсказания. Натарил возвратиться, я возвращу его и буду править. Ну, это я помню. Это еще... Древние будут править, это еще в Невервинтер. Найтси было. Ну. Свиток декорировки. Очень кратко. Уже для темных сил. Ну. Чуваков я же скрабловал. Дальше пусть сам решает, что делать. Дверь сломана. Так, что тут у нас? О, следы. Брось. Похоже, какие-то существа недавно проходили в этом районе. Правда, число этих нарушителей... Природа и число этих нарушителей не ясно. Окей. О, да. А, это я помню. Это мы тут попадаем... Что-то за медуза Гаргона, бля, ходила. Тут, короче говоря, ты выходишь и попадаешь под обстрел. Этот момент я помню. Типа такой... А-а-а, стреляют. Короче, тупо отстреливаемся. Благо, можем себе это позволить. Естественно, в обычной игре в этом месте не так все весело. Я бы даже сказал, весьма грустно. И вот такой вот вариант обхода сбоку, он весьма неплох. Хэтшот. Хэтшот. А, нет. Пятка-шот. Пятка-шот. Хэтшот. Хэтшот и пятка-шот. Видимо, это был скелет этого... Чувака там, как его звали. Ахиллесов. Здорово, Гаргулька. И ты тоже привет. Дорн, работать будешь? Или мне самому? Ну как. Разминирование ловушек. Успех. Фу-фу-фу-фу-фу. Как же это плохо. Это ж скелеты, ребята. Это ж с каждого по костяшке. А потом еще палочки делать. Ёшкин ты кот, а. За что? Где же я так накосячил? Ну почему я не могу просто все это бросить? Почему мне надо все это обязательно вскрыть? Поднять, собрать и так далее. Я забыл прочитать, что там написано, блин. Умник. Ну и прекрасно. Комноченка. Так. Ой, чую засаду. Дорно работаем. И чую так мучаюсь. У меня есть замечательная штука. Позовется бам и бам. Да ладно. Ага. То есть все-таки на что-то она здесь сработала. Перчатки долгой смерти. Найдены в дальнем Тае. Монашеский орден долгой смерти отмечает переход от жизни к смерти во всех ее формах. Говорят, что именно те, кто выжил после встречи с орденом, хватка которого, подобно ледяному дыханию самой смерти, будет заполнена долго. Вот, бомбская атака. Ну, прикольная штука. Иди отсюда, блин. Расколдовались. Саркофаги неразрушимы. Да. Мог бы догадаться. Ух ты. Электроспределенность 25. Изготовлены из чешуи синего дракона. Эти шлемы были созданы лордом Крайосом, чтобы помочь его в крестовых походах против злых драконов большой трещины. Дорно, а ты как можешь в нем выглядеть? Что интересно. Так, это что у нас? Подделение 5. Идер твый, идер, блин. Эхе-хе-хе-хе. А че, пусть. Так, стоп. Я знаю, что он там остался. Естественно. Так. Ремень. Ускорение. Да ладно, фигня, война. Вот и все. Сразу бы врезали. Кстати, вот еще один интересный момент, что в Шадоус Фандертайт мумии явно слабее. Че ты, Ареша? Мумии как-то послабше, чем в этом. В Новоринтере. Не знаю, почему-то так кажется. Чисто такой вот наблюдинец. Так, давайте-ка наколдуемся палочек. Хотя рано еще, блин. Там же еще целая куча таких же с другой стороны болтается. Опа. Пунктик. Ну че, не будем хитрить и судьбу. Раз. Так, по одному варианту все сделаем. Нет. Не по одному варианту. Так, так, так. Так, перераспределение. Деление. Опа. В смысле? Тоже мне. Шутник, блин. Так. 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 Так, ну вроде все. С этой стороны. С этой-то все. Ничего. Миночку, как Горгурия. Почему статуя? Я ж вас расколдовывал уже. Вы когда опять каменными стать успели? Мне кажется, что здесь должна быть еще одна дверь. Почему-то. Я, конечно, могу путать, как нифиг делать. Это да. Это даже не обсуждается. Могу перепутать. Это обычный камушек. Ничего выдающегося. Так, здесь ничего не написано. Заходим. Красиво. Даже слишком. Здорово, мужики. Гори-гори. Моя звезда. Зомби. Был. Так. Вонял химикам. Хоть убей, не помню, как им пользоваться. Помню, что штука вроде прикольная. Но вот что с ней надо делать, вообще не помню. Ведь что-то делать с ней надо. Труп. Лаконично. Ух ты ж, батюшки. Какой блатной трупик-то. Не хухары-мухары. А это что такое? Найти ловушки. Эта округлая призма позволяет владельцу обнаруживать изменения обстановки, магически раскрывая все ближайшие ловушки, как и заклинания находения... Ой, ловушек. Лиза в диаметре составляет 6 дюймов и остановлена специально оправу. Прикольно, наверное. Эй. Ну-ка. Ясно. Так, все, перекидываем отсюда нахрен. Так, 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 то все, нафиг отсюда. Труп, нечего. Угу. Есть. Палочки мы сейчас создадим. Есть. Вот интересная, да, логика? Ну, то есть, получается, что эти бедины, они тут так и погибли, в общем-то, с голодухи. А уж фраза про то, что, типа, я, говорит, последний в своем роду, чувак, ну, может, это... Ты вместо того, чтобы тут стоять на жаре, яйца себе морозить, ну, яйца себе варить, может, занялся бы, так сказать, полярным делом? Ну, там, я не знаю. Размножением там, например. Тебе это ведь надо, судя по всему. Сам же сказал, что ты последний в роду, блин. Мудила. Я понимаю, когда у тебя хрена, вот, учу родственников, у этих родственников есть дети. То есть, в принципе, можно особо не париться, что там, ну, у тебя рот прервется, или что-то там, ну, бадик. Какая хрена разница, не прервется, никуда не денется. Эй! Вы чё? Да вы охренели, я на вас сколько, блин? Да на, получи. Сволочек. Я на вас сколько потратил этих зель... Так, а чё, тебе тоже, что ли, все попревращались? А ну, идите сюда. Нет, эти стоят, всё нормально, эти. Килгарасики тоже в полном порядке. Обворовал. А чё, обворовал? Эй, он пустой. Ну-ка. Да ну нафиг, вообще бесполезный кусок говна. А ты? Ну, этого только трусы украсть. Ага. И мы всех поубирали, да? Читали. Да нефиг, валить их всех надо здесь просто, блин. Чё тут расколдовую, чё-то вожусь, блин. Сказали же, зачисти склеп. Всё, нет, вот чё-то выпендриваюсь, чё-то вот трачу на них, понимаешь? Мазюку редкую, между прочим. Я, конечно, знаю, как её того восстановить, ну, блин. Э, нет, это я знаю. Это я помню. Вот эти, вот эту конкретно комнату прям, знаете, прям помню. Ну, а может и не помню. Ну, класс. И званый гость, мое древнее жилище, стой, друг. Давай состоять навсегда. А он чё пытался? Подожди. Мол, богов, понятно. Ну, кстати, этих бесполезно воскрешать, да? Судя по всему. Ой, воскрешать, говорю. Приводи, так сказать, в живое состояние. Они опять окаменеют очень быстро. Дай болт с ними. Пошли дальше. Не хочет, как хочет, что-то в конце концов. Прахи есть, призрачная следа, но они быстро исчезают. А вот, собственно, и дверь. Которая дает нам возможность всё это обойти. Чёрт. И чё я так ввожу с ним? Ой. И опять целая куча. Ладно, не будем больше заниматься перетасовкой по ящикам. Слишком долго. Тек. Вот, чтоб новенько. Есть. Так, а тут чё? Да пройди ты, что-то задёргался туда-сюда. Ё-моё. Дорно, шо ты так, Орёш? Мы знаем, что-то очень опасно. Арбалет плюс один проницами. Пусть так. А синий, как-нибудь, это был. Разве нет? Так. На этом Йесен перец нету. Жесть, тут этих палочек просто немеряное количество будет, а? Просто огромное. Хотя вот из этих почему-то кости не выпадают. Видать, лимит производства палочек исчерпан. Давай, вторую дверь. Ну, с одной стороны, я, конечно, согласен. С другой стороны, да иди вы нахрен. Чё, сейчас пойду отрублю эту ловушку. Чё, её оставлять, что-то за собой. Тоже мне. Или она сама отключилась. От грусти. Так, тут чё у нас? Откуда стрельба ведётся? Непонятно, да? Дай бог с ним. Короче, зачем-то это всё надо нажать. Зачем-то отсюда выйти, куда-то прийти. Ну, в общем, вы поняли. И вот так вот поломиться в эту дверь. Опять скелет? Да вы угораете, что ли, а? Чё-то нехорошее. Она там про папу сказала. Иди, чувак, ты сам ко мне подбежал. Ёшкин ты кот. Ты показал себя как хорошие противники. Если ты пройдёшь через зета, ты также можешь показать себя как полезный союзник. Шутайрюшка отрезанная. Там дурно развоевалась, блин. Бегает всех, валит налево-направо. Вот так вот. Дварские женщины. Это вам не хухры-мухры. С такой и в бой, и в баню. Как говорится, и на рыбалку. И в магазин можно. Да даже в салон педитюра. Чё бы нет-то. Так, ну-ка. Ага, это обычная стрела проникания. Ну, ладно. Дорно, что-то тебя очень хорошо погрызли, как я погляжу. Так что держи-ка. Ты, блин, почему лечилками не пользуешься, нараза? Я тебе купил хреновую тучу лечилок. Что за игнор полезных плюшек? Или ты, типа, настолько крутая, что ты, как это, что тебе это не нужно? Я тебе нараз, эту дуру вытрясу. Лечилками пользоваться надо. Хиллер, это один из самых важных участников любой пати. Здесь, мне кажется, не совсем криворуги. Таким удел. Вот чисто из жадности собираю. Не буду пользоваться этими ингредиентами. Но жадность не позволяет их тут бросить. Вот так вот. Так, что у нас здесь еще пара сундучков. Так. И последний сундук. Так, здесь все, да? Ну что, давайте приступим к изготовлению волшебных палочек. Волшебных пумпочек. Хорошо, пошла такая пьянка. Так, давай, давай. Продолжаем, продолжаем. Не тупим. Не тупим. Костяные палочки. Еще вот эту. Чтобы он с мячом лишний раз не дергался. Мяч надо убрать. А то мешается. Вот ссылка, что здесь нет такой функции, как массовое изготовление. Ну то есть, почему действительно нельзя, скажем, сразу зарядить на несколько изготовлений? Почему обязательно нужно каждую по отдельности? Может я, конечно, что-то не знаю? Может быть тут есть такая функция? Просто я дурак ее не изучил. Потому что у меня вот это изготовление вещей, оно ведь, откровенно говоря, абсолютно левое. То есть, его не должно быть у этого персонажа. Вроде бы. Насколько я... Вроде бы. Могу ошибаться. Могу ошибаться очень легко. Жесть, палочек носу просто, ну, сундук. И еще это не все. Еще вот здесь четыре штуки валяется. Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Он дорно уже зевает там сзади. Говорит, устроил, говорит, мастерскую по изготовлению. Волшебных палочек. Гарри Поттер перечитался бы. Так. Давайте. Раз. Давайте. Два. Три. Четыре. Четыре. Так вот. Так вот. Паточку защитных сделаем. Почему бы и нет, в конце концов. Щитов элементальных несколько штук. Видимость. Туда же. Ага. А, все, да? Ок. Ну что? Понеслось перераспределение? У-у-у-у. У-у-у-у. Как все плохо. Да. Там, блин, не хухры-мухры. Да-ка ты в руку возьми эту штуку. О-о-о-о, как же это нехорошо, а? Слишком много этих долбанных единичных целей. Так, вот мы оставляем. Сейчас всем этим перераспределением заниматься-то тихий ужас, блин. Так, 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 так и так. Есть. Так, это у нас третье. Теперь тут. Сюда. Жизнь какая. Придется одну сумку полностью под эти культепки отдать. Зря вытаскивал, на самом деле. Действительно. Че парился. А продавать-то это все, ешкин кот. Ах, ну почему я такой гомяк? Это реально кошмар. А с другой стороны, какого хрена? Почему бы и нет? Представляешь, идет человек по улице. Обычный такой скайки переключений с двуручным мечом. И у него просто полная сумка пальцев. В смысле? Как это нельзя отдохнуть? Вы че, охренели что ли? Можно же? Чего мне рассказывать? Вот здесь точно можно. Я помню. Ну. Опа. Вот тут вот можно. Дорно, иди сюда. Серьезно? То есть, это небезопасная комната, хотите сказать. Ну, жлобье, а? Ну и хрен с вами. Нельзя отдыхать. И ладно. Ладитесь, потом откупаюсь. Так, вот здесь, по-моему, тоже где-то присутствует какая-то скрытая дверь. Можно урубить режим обнаружения. По-моему, что-то такое тут есть. А может и нет. Ну, нет, так нет. Ну, нет, а сюда, как говорится, нет. О, какая большая территория. А кто это у нас там? Скелетный подлец. Подлючный скелет. Так. Скелетный подлец. Лови. Все тебе. Да. Ну, реально подлец. Он просто подло слился вообще. Просто взял. Я думал, сейчас мы тут с ним устроим веселую житуху. Ага, хрен-то там вообще. Просто подло свалил. Ай. А ничего, что я только что заклинание прочитал, блин? Тоже должно было все ловушки того. Минутка. Серьезно, а почему? Я же его точно прочитал. Или он тут вообще не работает? Приехали бы. Так, проницание 2. По-моему, таких стрел не было. Первое было проницание номер 1. Эй, скелетный подлец. Ну ты реально, броня подлеца. Злая разновидность паладина. Подлец является его полной противоположностью, поскольку изображение паладина часто имеет форму рыцарь в светлой броне. Подлец носит темную броню, которую смешивают ось ночной тьмой. Какой нехороший дядя. Ай-яй. Хотя ладно. Ну реально, подлец. Просто подлец. Посмотрите на него. Просто видно сразу, что это подлец. Видно, что видите, он же подлец. Давайте уж сразу сделаем пару палочек. Главное создавать палочки, значит, время, как это, этот, как его, не страшно. Отдыхать страшно. Опа, опа. Так, вот так вот сделаем. Так, сундучки. Рундучки. Камушки. Эй. Это же был такой сиреневый. Не было? Ну, хотя бы с ним. Такое странное количество стрел, да? 76 штук. То есть кто-то отсюда двадцаточку-то... Блин, я что-то реально не понимаю. У меня заклинать, что я работу перестала. А, стоп-стоп-стоп, подождите. Я здесь все открыл, да? Подлец, а подлец. Я тебе все достал. Оп. Блин, да нифига себе, я ее не увидел просто. Звук, мозговое влияние. Злая разновидность полаг... Ага, это было. Вот так вот, поняли? А я что-то реально и не заметил даже. Ха-ха, прикольно. Ай, ладно. Гуляй отсюда, нахрен. А вот здесь точно нет никаких скрытых дверей, а? Прям совсем никаких. Странно. Бэм! Тук-тук! Ёпты. А, то есть еще и не конец. Еще вниз куда-то надо спускаться. Ловушка, ловушка. Видите, в жопу с своими ловушками. Говно эти ваши ловушки. Не работают на меня. Фантом. Эй, фантомас. Лови плюху. Иги. Попался. Все, Дорна тебя сейчас на колбасу порежет. А, побежал уже с криком, говорит. Иди, говорит, сюда. Сейчас я из тебя тервелат делать буду. Это статуя. Это изображение Джердала, не так ли? Это человеческий бог, который был высшим владой к смерти во времена Натерила, если только я не ошибаюсь. Статуя. Подмечайте свечение в изголовье статуи. Возможно, подойдя ближе, вы сможете рассмотреть, что там сверкает. Эта массивная статуя стоит над тобой, как будто хочет ударить тебя в любой момент. В глазниках статуи лежат два огромных рубина. Рубины нам. Чего? Иди отсюда. Понял. Сейчас помогу. Базора 0, милая. Булыжник. Что за булыжник? Подожди. Так я взял рубины или не взял? Нет, я их не взял. Как так? Так. Так, тут какие-то проходы. Это норма. Вижу. Ну да, это дверь. Вот это, кстати, я помню. Давай, Дорн, работай. У-у-у. Обалдеть. Сколько всего. Сколько всего вкусного-то. Даже некуда надевать. Так, ну это мы уже Дор не подарили. Серьезно? Так, а здесь у нас что? А здесь всякие заклинашки. Эй, ну это же было где-то, я помню. Или нет? Ай, ладно, в топку. Сейчас вот еще разыскивать их тут. О, Кать, целая куча свитков. Так, это что за хрень? Алтарь. Не ломается. Ой, ну что за народ, а? Алтари не ломаются. Двери бронированные, блин. Отдайте мне мои рубины. Я от них со статуей дрался. О. Вот так. Такс. Ну, в тайную дверь мы не пойдем. Просто потому что, во-первых, это неинтересно. Это я помню. Она, по-моему, то ли сразу главного босса ведет, то ли куда-то очень близко к нему. Ну, в общем, не надо так. Здрасте. Ай. Дор, ну ты что? С ума сошла? Какой-то ломанулся-то. Нет, в топку... Этот, как его? Режим на обнаружение. По-моему, в этих коридорах что-то должно присутствовать. О, а это я помню. Кстати, да. Это весьма прикольные ловушки. Ай, в топку. Короче, они стреляют. Вот такая вот тема. Короче, не совсем понятно, люди это или кто. Ну, в общем, потом попробую в соседней комнате их превратить в людей. И последний. И последний. Вот и все. Тук-тук. Так, режим обнаружения. Как обычно. Что-то тут должно быть обязательно. Но не факт. И бежим обратно. А если мы сейчас туда войдем... Вот, кстати, этот момент... Я помню, что... Там, во-первых, будет, по-моему, трендеж с главным врагом. И вроде бы какой-то мультик даже будет. Или это не здесь. Я помню только то, что здесь нет выхода. То есть, когда ты воюешь здесь с чуваком, в конце происходит какая-то хрень. И ты очень быстро уходишь. Ну, типа, знаете, сразу на выход перемещаешься. Вот что такое здесь происходит. Ну, в общем, короче, если ты что-то... Здесь нельзя ничего оставлять. Вот в чем дело. То есть... Ну... Ай... Так, вот с вами, ребят. Как с вами быть-то? Давайте мы вас попробуем превратить в человека. Ну, смотри. Вот я, допустим, превратил их в людей. А-а-а. И каким образом они... Ловушка все равно остается. Ну, колдуй быстрее, что ты. Эй! Почему тут нельзя... Их всех взять с собой? Это же реально статуи, которых можно оживлять. Непонятно. Ладно, хрен-то, пусть стоят. Не очень это понятно, честно говоря. Ну, как я уже сказал, болт-то снимет. Не хотят, как хотят. Брыщик. Знаешь, говорил... Вот эта дверь. Так, Дорна, отдохни пока. Кельгарас. Здорово. Так, во-первых, сходу. Вот тебе разблокирование возможностей. Сейчас мы будем от тобой издеваться, гаденыш. Так, где у меня тут? Я уже забыл. Паути на вас. Раз. Хрень-два. Вонючка-три. Ещё ты думать не сможешь нормально. Вот тебе жир. Вот тебе запутывание. Вот тебе большой раскат грома. Чего на тебя ещё положить? И кислотный туман. А потом ты ещё будешь гореть. И тебя расплющит. А я пока хинкали похомячу. Да. Как ощущения, чувак? Слепой и запутанный. Спазборосовку уменьшен. Иммунитет. А. Вот тебе кислота. А. Гори-гори. Моя звезда. Будем вместе навсегда. Кель-гораз. Сгори. Грёбаный. Ну, по рифме понятно, что получается. Но вроде как это слово стали активно запрещать. Ну, не будем им пользоваться, раз такое дело. Не совсем непонятно, правда, почему. Ну, то есть как бы слово PIDR, вот, да, из четырёх букв, PIDR, оно, конечно, с одной стороны, да, ругательное, но, понимаете, так сказать, это ведь, как бы это правильно выразится. Не надо путать геев. Не надо путать геев и вот этих самых IDR-ов. Как бы немножко разные вещи. Гей это, ну, блин, гей это гей, чувак, который ловко обманул природу, как говорится, добровольно, самостоятельно, зачем-то ему это захотелось, ну, ну, как сказать, ну, ладно, и хрен-то с ним. А вот PIDR это конкретное обозначение конкретного засранца, который просто сволочь, мразь и подонок, гнида и так далее. В общем, ничего хорошего в этом человеке нет. И почему нельзя называть вот этих самых даров PIDR-ов, тем самым словом, для меня большая загадка. Что это за защита прав нехороших людей? А, я стоять нажал, следователь. Ой-ой-ой, тут что-то все сыпется, ребят. Ай-яй-яй. Ай, блин, стоп, почему... Ёшкин кот! Я взял это... Блин, да ты серьезно, что ли? Подожди. Блин, вот это подстава, а. Черт, я взял этот пруд, пошел обратно из-за нее, блин, все начало рушиться. Ёшкин котов. Вот ведь дерьмо, а. Ну, серьезно, что за хрень? Ну, зачем так-то? Обидел. Итак. Я вижу, что ты возвратился, путешественник, как идет битва с моим древним врагом. Жезл у меня. Великолепная победа. Действительно, имеешь дух, бедина. Осталось только одно задание, и ты должен торопиться, если хочешь возвратиться в Айз. Жезл нужно забрать в храм и уничтожить. Как только килька раз будет уничтожен, когда опять наполнит Айз. Окей. При тем, как ты уйдешь, я должен сказать, что легенда говорит о том, что сам Латантар уничтожит разрушительную силу, заключенную в жезле, и заменит ее на силу исцеления. Я думаю, это правильно, что тебе нужно вознаградить. Если возник проблемы, мои люди, я попытаюсь помочь тебе. Блин, обидно. Там же наверняка что-то в сундуках полезное было, а. Можно, конечно. Так, секундочку. Давайте попробуем. Сначала сохранимся. Вот на нее. А где я там загружусь, получается, автосейв? Сейчас посмотрим. Видимо, на входе, да. Давайте по-быстрому. А что нет-то? В принципе, не так много. Фантом. Дорно, иди сюда. Так. Статуя, да. Пошел нахрен, щенок. Так, а что здесь у нас? Тут у нас алтарь. Ничего полезного. Не насрать вообще. Да-да, ловушка включена, я помню. Мы все закидываем сюда. Открываем. Да-да, ловушка включена. Ясен перец. На всякий случай хочу проверить. Извините, что такое повторение, но мне просто реально обидно стало. Ну, ничего себе, там столько этих осталось сундуков, блин, непроверенных. Ну, удобно, заразно, мало подойти нормально. Все его начитали. Так. Здесь какой-то алтарь. Алтарь нахрен. Так, тут у нас ближник. Вот, парочка рубинов. Так. У нас там... Ну, что-то встал. Вперед. У нас тут что? Давай-давай-давай-давай-давай. Так, цацкаться не будем. Валим засранцев просто-напросто сходу. А ты че? Так. Серьезно? Ну, тогда разберемся по стариночке. Не будем никого оживлять. Долго они убиваются, вам скажу. Так. Так, после них ничего не остается, да? Вот удивительно, кстати, что у юнитов, да, у моих юнитов, нет вот этого понимания, что магия не работает на кого-то. Ну, здесь же на статуе магия не работала. Хотя, может, конечно, магия высшего порядка нужна. Как вариант. Сейчас можно будет попробовать, кстати. Угу. Так, теперь сюда. Не будем нарушать все-таки последовательность. Раз. Два. Подождите, как-как так? Подождите, тут комплект целителя. Слышите, так сейчас постреляю. Да хватит колдовать на них, не работает на них твоя грассистка. Все, развалили всех нафиг. Мы крутые, мы молодцы. В этот раз с Кельгара смеем удохаться не буду, пошел он в жопу. Чем как-то возиться, тут слабак, чертой. Да лови, блин, ё-моё. Щенок. Дорман, ты ж не подъемнешь от этого. Ну, это было близко. Черт. Сейчас. Ой, плюс... О, восстановление. Так себе. Окей, давай, так. Так, отсюда, это сюда. Это сюда, это сюда. Э, нет, джазл пока не берем. Сначала с могилами. Во, сколько тут все валяется-то. Мудрость, вот, пожалуйста. Это же деньги, это все деньги. Коса. Дрень. Вон, пожалуйста, бабла не меряна, прям. Так. О, нифига себе. Вот так вот за здорово живешь. Алмаз лежит. Отдохнуть ты здесь не сможешь, это я помню. Давайте сразу сделаем все. Так, и задание жертворазрушения. Бла-бла-бла, золотантер не уничтожить. Окей. Так, это сделали. Ладно, хоть недалеко здесь идти. Чего отдохнуть сможешь? Не сможешь. Ну и пойдемте. Сейчас все начинает рушиться. Выбежите, когда на гробе рушится. Ну все. Мы молодец. Аз есим, молодец. Разву меня. Продолжить, я это сделаю. Продолжить. Скань диалога, все. Не рерывай. Давайте закончим все-таки с этим заданием. Тебе, видишь, конечно, получится долго. Как я понимаю, часика на полтора-два точно растянется. А может и больше. Но хочется, знаете, закончить это задание, чтобы уже сдвинуться с мертвой точки. А в этом мазице не задерживаться тут. Сейчас мы перекурим. Помоги все восстановим, а то вон тут вообще уже ни шаров не осталось, ни хрена. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. О! Я понимаю. Вал, непонятно, что они здесь стоят. Как бы все обрушилось. Мужики, ничего. Валите отсюда. Понятно, что водичка еще не потекла. Так вот мы сейчас поправим. Сейчас все будет. Не парьтесь. Так, тут у нас, собственно, будет финальный мордобой босса. Э! Жоп с ручкой. А, нету что ли? Оу! С ним поговорить можно? Хочу помнить, тут какая-то эпическая махалова. Эпическое махалово должно быть. Ну ладно. Чужеземец, ты разрушил многое из того, что я создал. Скажи мне, ты хочешь драться со мной и умереть или у тебя есть время поговорить со мной? Хм. Ты пытаешься убить меня, потом хочешь говорить? Когда живой человек заходит в мое владение, я всегда предполагаю, что он тут, чтобы уничтожить меня или обокрасть. В моем случае, я должен защищать себя и моих людей. Но не волнуйся, ты жив, а моих людей тоже можно возвратить. Поэтому я не делаю никакого вреда. Ты будешь говорить? Нафига? Всегда есть что-то, чему можно научиться из разговора друг с другом, особенно если другой имеет острый ум. Поверь мне, я могу научить тебя разным вещам. Но ты также должен хотеть слушать и делиться своими мыслями. Это заинтересовал тебя? Давай. Долгие годы я ни с кем не разговаривал. Дай мне сначала тебя узнать и понять. Ты артист? Я никогда не понимал пользы от вас в жизни, но сейчас, когда я живу в вечной и только безмозглой и мертвой составляет мне компанию, я нахожу тебя интересным. Так как же тебя зовут? Друид. Ты артист? Друид. Витарлайда. Приветствую тебя, Витарлайда. Добро пожаловать в мертвые земли Кельгараса. Хотя я уверен, ты заметил, что я не совсем мертв. Я не вижу пользы в правлении мертвецами. Какая польза в пустом мире? Ты не можешь видеть великого замысла, но в конце концов ты маленький и не можешь видеть много чего. Подъебнул. Я когда-то был могущественным жрецом Незерис, но я уверен, что ты слышал рассказ от извращенных умов воинов Бедина. Возможно, у тебя есть вопросы ко мне? Ну, давай свою версию истории. Я был могущественным жрецом в церкви Джаргаля, могущественного бога в мои времена. Несмотря на мое положение в церкви, я хотел большего. Я хотел узурпировать власть магов и править над Зарилом. Я провел исследование и обнаружил, что я могу усилить свою власть в церкви и в конце концов в обществе, но только если буду бессмертен. Я провел церемонию и заключил мою душу в магический жезл. Зачем? Если бы моя душа оставалась в моем теле, то разрушение моего тела привело бы к смерти. Заключив душу в магический жезл, благословенный и защищаемый Джаргалем, я пережил смерть. Жезл украли мои враги, прямо как только что ты украл его. Я был изгнан обществом на Тарелы, меня захоронили в пещере, не способного восстать и использовать мою силу. После века заключения я обнаружил, что нахожусь тут, но полностью в одиночестве. Так. Не зависит сейчас со всеми городами и магией, я понятия не имею, что случилось с ними. Кроме того, у кого была моя... У кого была моя душа? Тоже не знает. Я нашел его тело недалеко отсюда, проще говоря, мое тело притянуло к моей душе. Меня разрывало при мысли о потере моих людей и решил узнать, что же случилось с ними. Тогда я обнаружил что-то по-настоящему ужасное. А точнее... Не так быстро. Я рассказал тебе часть моей истории, но теперь моя очередь. Информация ценная и просто не дается. Я хочу знать о тебе. Скажи мне, твой отец тоже был друид? Вот тут что не ответь, он всем будет недоволен. Нет, он был знатным. А, да, я почти чувствую зловонную знатную кровь, что течет в твоих венах. Управляем ее правом властвовать, ты отправился, чтобы показать всем, что ты стоишь свое право по рождению. Да уж, тебя так же просто читать, как и простенький текст. Ну давай, скажи мне, что я не прав. Ты не прав. Прик, правильно. Давай лги сам себе и пытайся сказать отговорки твоего выбора в жизни, но в конце концов ты увидишь, что я был прав. Так где же он? Давай свою историю заканчивай. Очень злое существо Ферим враг людям натерило, и он сам заключил себя в темницу, которую они построили, исказил умы людей племени Бедин и дал ему великую силу, чтобы уничтожить меня. Мои исследования были потеряны, когда я убежал обратно в мое логово, где я мог блокировать мою создание с помощью моей защиты. Я думал, что я был заключен в могилу на вечер, но кажется, что все пошло как надо и моя сила возросла. Ты сказала об исследовании, я думал, что ты пытался завоевать мир. Я сказал, что я исследовал, что случилось с моими людьми. Если бы я правил миром, то это бы сделало исследования более легкие. И почему я должен верить, что Ферим был злым? Феримы — это существа, которые уничтожают всех остальных существ, любой расы, использующих магию. При любом определении их природы, а не злые сознания, не так ли? Действительно смешно, не так ли? Я имею в виду этих людей, которые думают, что они делают в миру огромную услугу, привязывая себя к существу, который создан из чистой злого. Несколько иронично. Точно. Ирония — наиболее прекрасная форма юмора. Что поддерживал твою силу? Я не знаю. Возможно, Джаргаль опять поднимает свою силу или, возможно, погиб Ферим, ослабив бединов, или случилось что-то другое за пределами моей осведомленности. Неужели это имеет значение? Но теперь моя очередь вставить вопрос опять. Ты покинул дом, чтобы стать искателем приключений, и у тебя, конечно, имеются некоторые навыки и опыт. Кто-то должен был заменить в своей жизни родителей. Это были он или она? Ты любил своего наставника? Да, он был хорошим. Хорошим учителем. Мы все любим наших наставников каким-либо образом. Я любил свою наставницу, даже когда я убивал ее. Она была прекрасной жертвой. В этом между нами состоит разница. Я бы никогда не убил мастера Дрогана. И все же часть тебя хотел бы посмотреть, с чего сделал твой наставник. Взять верх над ним, смотреть, как его кровь течет из смертельной раны от твоей руки. У тебя свой выбор, у меня свой. Что за идиотское заявление? Даже если ты будешь прятаться за показанной дипломатии, твоя душа запятна, и однажды ты обнаружишь, что темная эстезия поглотила тебя так сильно, что ты получаешь удовольствие от зла. Ой, Тарлайд, это так весело. Теперь тебя что-то спрашиваю. Ты хочешь заключить сделку? Да, я знаю так мало о тебе, но я думаю, что самое важное сейчас я узнаю. Ты готов заключить сделку со мной, зная, что это означает, что ты должен предать своих друзей бединов. Они не мои друзья, я просто искал у них воду. Прекрасно, мы заключили сделку. Сделка таковая. Создал кинжал, что имеет подобие жезлу свойства. Ты берешь тот кинжал и погружаешь его в тело вождя бедина. Кинжал заберет его душу и сразу же его убьет. Как настоящий вор, я бы сказал, но все-таки у меня какое-то тревожное чувство. Пожалуй, выбирай осторожно. Я буду здесь до тех пор, пока ты разбираешься с дурачком. Когда все закончено, возьмешь кинжал и положишь его на алтарь. При этом алтарь будет проклят. Что происходит потом? В жеркале будут использовать энергию души бедина, чтобы выковать могущественное оружие для тебя. Используй или продай его. Мне все равно. Я пошел. Ты меня больше не удивишь до времени моего триумфального возвращения. Я буду помнить, какой ты был прекрасный слуга. Возможно, я даю тебе в правление одно или два королевства. О, и последнее. Я возьму жезл и возвращу воду в Азис. Ты получишь мое разрешение выпить столько, сколько пожелаешь. Ну, конечно, хочется натворить всякой херни. Ой, но, честно вам скажу, этот деде мне не нравится. Чувствуется у него что-то нехорошее. Даже непонятно почему. Ну и... Исходя из моего опыта, он гадина. Очень хорошо. Вот кинжал. Удачи, мой злющий друг. Эй, воу! Ах ты ж! Ауч! Я тупанул, да? Тут нет выбора. Я просто согласился с ним. Черт. Потерянный предмет. Ага. Ну ладно, хрен с ним. Будем плохими. В смысле? Ну как бы да, как бы мы победили. Не творили делов. Я, понимаете, я думал, что здесь сейчас будет что-то вроде этого, как сказать, выбора. Али был бы кинжалом, кельгараса, и проклятие садиса было снято. Жизрец разрешит каравану запустить водой и уйти. Но сперва кинжалом надо положить на алтай, это латандар, чтобы на него легло проклятие джиргала, а потом появится награда. Вайс вернули воду и каравану дали разрешение взять необходимое количество воды. Ладно. Хрен с ним. Так, жертвенное лезвие. Уникальная сила, бесконечная. Это кинжал, который кельгарас дал вам, чтобы убить Али. Как только Али будет мертв, кинжал, помещенный на алтаре, латандара, проклянут алтарь и отрава, преображен кинжал, мощный волшебный пункт. Так. Так. Хм. Давай. Ух ты. Мощный волшебный. Ну-ка. Коготь джиргала был создан, когда душа Али была украдена и помещена в волшебный кинжал. Кинжал был преобразован джиргалом в это волшебное оружие. Злость, слепота. Ну, хрень, короче. Ладно. Конечно, может быть, я и не прав, но честно вам скажу, вот эта история с бединами, она это не ведет вообще ни к чему. Все воззавершение. Так. Это же караван запустить воду и идти, после чего Калгорас восстанет из могилы и оплатит в жизнь свою мечту завоевателя. Ну, а ну, флаг в руки. Давай, давай. Вперед. Воплощай. Я, знаете, думал, вот что, что я сейчас соглашусь и типа у меня будет выбор. То есть у меня ведь джизл-то оставался на месте, он никуда не делся. Я думал, у меня просто выбор появится, типа убить того или этого. А тут просто получилось, что эти ребята прибегают и типа такие, ага, мы тебя убьем. Блин, печально. Эй. Сюда. Дорна, где-то там. Да, шо, что-то так близко-то. Так, Дорныч, мы с тобой в воде. Здесь хорошо. Да что, ну, блин, покажи, это нормально. Так, это убрать, это убрать, снять, 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 снять сапоги, пояс нахрен, перчатку эту, дрей тоже и эту. Все. Дорна, дразнокишайся. Ты шо, в конце концов. Давай, давай. Сымай портки. Все давай, давай. Все давай. Стрелы, все, 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 убирай. Не боись, приставать не буду. К твоим квадратным хичкам. Вот так, хорошая ванночка. Напоследок. Ну ладно, вот такие, в общем, мыслы и получились, нехорошие в этой части. Я вам честно скажу, если бы этой историей было какое-то продолжение, то, может быть, это имело бы смысл. Но я, когда выполнял эти задания, я точно помню, что вот эти бедины, ты их встретил, и все. Потом никакого продолжения просто нет. Поэтому сказать, что прав ты или не прав, не знаю, честно говоря. Может, я неправильно поступил. То, что он пойдет там всех захватывать, ну, как вам сказать, ребят, называется? Флаг в руки, гранату ванус. Так, секундочку. А у него что-то еще. Вот эта хрень была. А это что-то ключ? Ключ это ящико-дорно. А, забавно. Ну ладно. Так, давайте выйдем на сухое. Что ж мы в этой, в воде, переодеваемся. Вот. Сначала штаны, ботинки, жерелья, колечки. А, это у меня, что ли, было? Забавно. пояс, шлем, перчатки, пичу. Пойдем, дорно. Выполнили мы задачу. Создали тут захватчика, пустынного. Главное, здесь работает. И помыться смогли. Вообще красота. Эхе-хе. Так, Катриана, у нас все хорошо. Я вижу, вы вернулись. Они согласились пополнить наши запасы воды? Есть проблема. Неужели до сих пор непреклонно по поводу запрета скважин? Это ведь было много лет тому назад. Просто глупо. Расскажите Киви Гарасе. Зомби? Терпеть не мог оживленных. О, Витар, я и правда не осознавал, как тяжела наша ситуация. Видите ли, одну из бочек с водой по пути сюда ударил бык. Если мы не сможем раздобыть воду здесь, то у нас еще ее не хватит, чтобы дойти до следующего азица. Я боюсь, что вам придется помочь беденом уничтожить Киви Гараса. Хм. Если бы я правда думал, что для вас есть разница между жизнью и смертью, то я бы так и поступил, но у меня есть полная уверенность в ваших способностях. Однако я хочу добавить несколько зелья, которые полагают на это все применение. Дальше моя щедра с нее не доходит. Ну окей. Давай покупку. Так. Здесь мы все это продаем. Так, что у нас здесь? Давайте сейчас быстренько все это тоже выбросим из инвентаря. Продадим, конечно. Нахрен нам нужен кинжал. Не смешите мои тапочки. Если только Дорни его отдать. Ну так, ой. У нее и так все хорошо. Ну да, продажа, конечно, затянется. Все-таки вот так размышляешь, ну серьезно, вот если подумать, ну вот на чьей мы стороне? Кто этот Кельгарас? Кто эти бедины? По сути мы не знаем ни тех, ни других. Да, мы знаем, что чувак там жрец этого бога. Да, у них как бы конфликт. Да, чувак перекрыл воду, но, блин, а что бы ему ее не перекрыть? Ребята очень честно пытаются уничтожить, с одной стороны. С другой стороны, например, абсолютно точно знаю, что он злой. Потому что есть такой момент, если ему показать кристалл, металлар, или как он там правильно называется, он сразу скажет, ха-ха, эта штука поможет не воскреснуть, я тебя убью. Есть такое. То есть можно там в процессе, если у тебя вопрос, это такой ему показывает, что ты писал, типа чувак не подскажешь, что это, а он такой, ааа, какая полезная хрень, а ну отдай. Вот это ему, естественно, попором промеж глаз, он тебе, он тебе с заплинанием по яйцам, в общем, как говорится, полное взаимопонимание. Вот. А вот тут, в данной конкретной ситуации, если бы у этой истории было продолжение, понимаете, вот если бы оно было, а его нет, если бы было продолжение, тогда да, имел бы смысл. А так, ну окей, ну что-то он тут засел, что-то он сейчас будет с миром вокруг себя делать. Три ха-ха, блин. Напугал и жаголой жопой. Ну делай, флаг в руки. Мир тебя ждет, понимаешь? Мир тебе с огромным удовольствием объяснит, кто ты есть и с чем тебя кушают. мы тут недавно, мы тут недавно вон, королеву морг остановили. Так что, нифиг упендриваться. Я уж молчу про то, что медуз горгона, за которым мы тут, а, чёрт, проспойлерил, проспойлерил, Ну ладно. Вот баба, короче, за которой мы тут гонимся, злоднявая. Она сама тебе на закуску на фарш пустит. Был бы у неё только такое желание. Так, здесь всё. Да? Да. Так. Вода нам пригодится. Превосходно это слышать, хотя это определенно заняло у вас довольно заняло у вас много времени. Что, дайте нам знать, когда будете готовы продолжать, мы заберём нужную нам воду и уйдём. Да пошли, чё? Хорошо, лично я хотела бы добраться до лагеря АО как можно быстрее. Вперёд, идёмте. Да, пошли. И, собственно, мы дошли. Ой, лагерь АО. О, АО. Открытое акционерное общество, блин. Так. В лагерь Азис зелёных пальмах в Азис вернули воду, каравану разрешили взять столько, сколько надо, путешествие может продолжаться, следующая остановка лагерь АО. И вот, собственно, лагерь АО. Но, в лагере АО мы будем ураганить в следующий раз. А пока что. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, делитесь этим видео в соцсетях, друзьям о нём рассказывайте. Ссылка на плейлист, на поддержку канала и на группу ВКонтакте, как обычно, в описании под видео. Но пока, всем пока-пока и до встречи в следующем эпизоде нашего с вами интерактивного мультфильма под названием Новора Интернайт с Шадоусом Андертайзе. Вот за этим всё. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok